Это утренняя гимнастика, которая позволит увеличить гибкость, снять зажимы и проснуться после ночного сна, что нам каждому необходимо. Нам нужно только собственное тело, больше ничего. Ставим ноги на ширине плеч и два глубоких вдоха и выдоха. Ставим руки на пояс, первое движение головой, плечи на одном уровне, плечами не двигаем, а подбородком тянемся в противоположную сторону, даже голову, поворачиваем, чтобы взгляд ушел за плечо. Это очень важно, разогреть шейный отдел, потому что кровоток как раз идет через шейный отдел и зажимы связаны с головными болями. То есть можно просто разогреться и снять головную боль или мигрени. Теперь то же самое, только полукруг мы делаем, движения плавные, подбородок опускаем к груди, все делаем по 10 повторений в одну и в другую сторону. Тем самым мы сейчас снабжаем кислородом и шейный отдел и высвобождаем, если были зажимы, особенно если мы как-то неправильно спали или неправильно подобрали подушку. Всегда начинаем сверху вниз, с шеи, еще делаем несколько повторений. Следите за дыханием, дыхание ровное, спокойное. Хорошо, в центр, руки в стороны, в кулаки и кулаками вращаем в кистевых суставах 10 повторений назад и 10 повторений вперед. Тем самым мы здесь еще и делаем суставную гимнастику, улучшая кровоток в эти области, разогревая их. Это очень важно. 10 повторений закончили. Теперь к себе мы делаем движения только в кистевых суставах, продолжая потихоньку двигаться ближе к телу. Плавные движения, полный круг и 10 повторений от себя. Руки остаются в кулаках. Плечи немного будут забиваться, и это правильно, потому что мышцы работают. Закончили. Большие пальцы ставим на плечи и теперь вращение полное. Вместе с локтями, как будто локтями делаем круг, большой такой круг, делая глубокий вдох на подъем. 10 повторений вперед в грудном отделе и 10 повторений назад. Это не только плечи, это еще и грудной отдел. Мы высвобождаем зажимы в грудном отделе, разогреваем эти мышцы, двигаем этими мышцами. Обязательно сделать такую гимнастику. С утра это очень полезно. И теперь 10 повторений с прямыми уже руками. Аккуратно, чтобы никаких болевых ощущений не было. Можно делать чуть плавнее. 10 повторений с прямыми руками и 10 повторений назад. Все то же самое. Здесь еще можно подключить трапецию, еще так выше поднять руки, сделать объемнее движение, чтобы еще даже все тело включилось. Руки встряхнули. Руки опять развернули. Теперь очень важные движения. Мы вращаем в локтевых, плечевых и в позвоночнике, в грудном отделе, разворачивая кисть в противоположную сторону. И где кисть наверху, мы на нее смотрим подбородком, плюс еще тянемся к плечу. Но следите, чтобы таз сильно не вращался. Также 10 раз разворачиваем. Каждый раз поворачиваем, смотрим, растягиваем эти мышцы. И круг плечами назад опустили. Руки поставили на пояс. Теперь только движения в грудном отделе. Очень классные движения. Сразу чувствуется, как растягиваются мышцы спины, удлиняются косые мышцы живота. Увеличиваем движение, подвижность всех позвонков, начиная прям даже с поясницы. Также 10 повторений в каждую сторону. То есть считаем, вот это одно повторение. Можно делать чуть меньше, чуть больше, в зависимости от того, сколько у вас времени. Теперь все то же самое, только раскрываем грудной отдел и собираем его. То есть вдох, раскрылись, выдох, собрали. Вдох, выдох. Вместе с плечами локти назад и локти вперед. Тазом также подкручиваем. Увеличиваем объемность движения. Еще несколько повторений. Выдох. И теперь движение по кругу. Первое время может казаться, что это сложно, но потом будет прям такое движение. Здесь могут даже позвонки все прохрустеть, потому что движение очень классное для позвоночника. 10 повторений. Минимальное движение в тазу. Я знаю, что будет хотеться всем телом сначала делать. И 10 повторений в другую сторону. Такое танцевальное движение, но не просто так его используют в танцах. Потому что увеличивается гибкость всего тела, всего позвоночника. То есть плавность движения. Итак, заканчиваем мы это движение еще несколько раз. Встаем ровно. Теперь поворачиваем, как с головой, но еще и плюс плечо. Смотрим за плечом. Уворачиваем вместе с плечом, но таз по минимуму в движении. То есть повернуть, посмотреть. Растягиваем трапециевидную мышцу. Это называется грудиноключичная мышца. Это в шее, которая также часто спазмируется. Растягиваем длину, делаем это и мышцы. У меня часто спрашивают, почему у меня такая длинная шея. Мне кажется, из-за того, что я просто уже вытянул эти мышцы гимнастикой. Ну и шея достаточно подвижная. Еще несколько раз. Также дышите свободно, без задержки дыхания. Это очень важно. Иначе при задержке поднимается давление. Итак, ровно встали. Теперь движение в диагональ. Вытягиваем рукой. А рука, которая снизу, двигается в диагональ по телу. И также выдох, вдох, выдох, вдох. Потянулись. Все с дыханием. Удлиняем наше тело. Тянемся за рукой. Стараемся выпрямить рука, которая наверху. И потянуться снизу в диагональ тоже рукой. Таз неподвижен. Движение только корпусом. Еще несколько повторений. Вытягивайтесь обязательно. Вы можете делать или чуть больше, чуть меньше. Всегда зависит, говорю, от вашего времени. Но 12 минут это оптимальное, сколько нужно потратить с утра. Я думаю, что у каждого будет 12 минут потратить на себя, чтобы чувствовать себя отлично. Итак, руки на пояс. 5 повторений. В сумме будет 10. Мы делаем движение полностью корпусом. Наклоняемся. Поворачиваем чуть назад, сильно не запрокидываясь. Улучшаем еще и подвижность поясничного отдела. И то же самое. 5 повторений в обратную, в другую сторону. Следите, чтобы сильно тазом не вращать. То есть именно делайте корпусом. Также низко не опускаться. Как будто вы рисуете головой такой круг. Теперь встаем, ноги чуть поуже. И движение в тазобедренном суставе. Так же, как мы делали в грудном отделе. 10 повторений. 4, 5. И в другую сторону. 6, 7, 8, 9. И 10. Заканчиваем. Итак, следующий. Баланс. Руки в сторону. Движение в тазобедренном суставе. 10 повторений изнутри. Сразу говорю, если у вас щелкает тазобедренный сустав, то лучше это движение не делать. Например, пропустить. Или делать в меньшую амплитуду. Или только поднимать и опускать. И то же самое в другую сторону. Можно придерживаться рукой за стену или за стул. Если чувствуете, что баланса нет. Но со временем развивайте баланс. Круг полный. И еще несколько раз. Хорошо. Теперь ноги шире плеч. Прямая спина. И руками тянемся вперед. Постарайтесь сильно не округлять спину. Лучше пошире сделать ноги. С небольшим прогибом назад. Движение. Два. Две пружинки или три пружинки вниз. И назад прогиб. Раз. Два. Три. Чуть назад прогиб. Упираемся большими пальцами в таз. И выдох назад. Теперь руки ставим перед собой. Медленная мельница. Это движение из йоги позволяет раскрыть грудной отдел. Убрать спазмы в грудном отделе. Мы меняем каждый раз. Если чувствуете, что не достаете, просто рука может быть на весу или согнутые колени. Разворачиваем в одну линию. Постарайтесь, чтобы у вас руки были в одной линии при развороте. И взгляд за ладонью. И взгляд за ладонь. И также вдох вниз. Выдох. Раскрылись. Сделали 10 раз. Потянулись локтями в пол. Вытянулись еще больше. Поднимаемся наверх. И опускаемся на левую ногу. Пружиним. И вправо. Все время смена. Левая. Правая. Растягивая внутреннюю поверхность бедра. Левая. Правая. Теперь внимательно руки упираются чуть выше колена. И мы удлиняем себя. Отталкиваемся. Та нога, которая выпрямляется, и той рукой отталкиваемся от этой ноги. Вытянули себя. Вытянули. То есть вытягиваем еще и спину, не только бедра. Движение внизу. И чем ниже опускаемся, тем лучше. Постарайтесь высоко не подниматься. Поверьте, с каждым днем, если вы будете делать каждый день, а это очень важно делать, гибкость будет увеличиться. Теперь поворачиваемся в левую сторону и пружиним руки наверх бедра. Колен можно чуть согнуть, правые ноги. Можно оставить так же. Пружиним. Руки на пол. И постарайтесь выпрямить сейчас заднюю поверхность бедра, выпрямить колена и потянуть носок на себя. Пробуйте спину выпрямлять, чтобы не была такой сильно горбатой. Итак, все то же самое в другую сторону. Повернулись направо, попружинили вниз. Растянули внутреннюю поверхность бедра, сгибатели. Руки на пол или оставляем на бедре. И выпрямляем ногу, носок потянули на себя. Вернулись в середину, попружинили немного. С прямой спиной, очень важно. И собираем ноги. Поднимаемся с прямой спиной, облокотившись на бедра. И немного вытянули себя назад. Это часто делается в йоге. То есть, если мы согнулись, то нужно сделать и разгиб в другую сторону. Итак, уходим в планку. Таз чуть повыше. Теперь собака мордой вверх. И на выдох оттолкнулись собака мордой вниз. Делаем динамическое движение. Глубокий вдох, плечи назад. Выдох, посмотрели вниз живота. Опять глубокий вдох. Выдох, выдох. Здесь мы раскрываем грудной отдел. Вытягиваем мышцы спины, мышцы живота. И разогреваем тазобедренный сустав. В йоге часто используется вообще только это движение и все. Но я считаю, что нужно подготовиться к этому движению. Также делаем 10 повторений. И выходим в планку. Стоим всего 30 секунд. Вот здесь вы можете нажать на паузу и постоять минуту или две. Ну или постепенно доходите до двух минут. Очень круто. Вы тем самым еще сделаете стабильность своего позвоночника. Улучшите мышцы спины. И потом вытянуться, оттолкнуться. Собака морда вниз. Посмотреть вниз живота. Возвращаемся в исходное положение. Берем себя за голень. И прижимаем как можно ниже на выдох. Вытягиваем всю длину поясничного отдела. Аккуратно с прямой спиной опираемся и поднимаемся. Делаем глубокий вдох. Вытянулись наверх. Выдох. Еще так же. Глубокий вдох. Потянулись наверх. Длинный выдох. И третий раз. Глубокий вдох. И потянулись руки в замок. Вытянули позвоночник наверх. От пяток. На выдох округлили спину. Живот в себя. Руками как будто отталкиваемся от чего-то. И руки за спину. Раскрыли. Плечи увели назад. Подбородок чуть подняли. Грудной отдел раскрыли. Это все. Всего 12 минут. Но вы уже полны энергии. Я даже это чувствую и знаю. Если видео достаточно быстро, вы можете его сделать чуть медленнее. Поставить на медленную скорость. Но постарайтесь делать все вместе и делать это каждый день. Желаю вам гибкости, без боли. И чтобы ваше тело было вам союзником. Спасибо большое. Хорошего дня. И счастливо. Пока. С вами был Красавин Иван. До новых видео.